так друзья мы продолжаем впереди летит клаус ольман с правой стороне долина сюзе и видите в дымке где-то вот куда крыло показывает там у нас город турина на то браве начинает или итальянская начинаться начинается начни там начинается итальянская родина и находится город турина мы же двигаемся в сторону курс на метро форм и очень интересная дымка видите какая дикая влажность вот эта влажность во второй половине дня рискует превратить всю систему снежной грозы так что назад у нас очень может быть очень интересный совершенно возврат посмотрим как это будет выглядеть смотрите интересное озеро я сейчас чуть возьму правее путь клаус прямо идет чтобы озеро показать клаус будет тоже в кадре но спущено то есть это озеро она наполняется при таянии льдов и так питая думаю питает какую-то там итальянские какие-то города может быть как раз турина я его ни разу еще такими видел это мы реально пустое представляете интересно я какую-нибудь фотографию ставлю старенькую где видно что как она бывает полная турина в дымке не увидим мы вот еще раз вид на озеро класс класс левее поворачивается я тоже туда красота летим полетим интереснейший маршрут на самом деле я думаю вам виды красивые показать давайте вот сейчас мы перемещаемся на высоте на высоте 3 тысячи метров клаус тоже виляет может быть тоже делать фотография нау и а 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 A A A A A A A A в центре, в центре, в центре, в центре. Клауса Сзади еще раз вам немножко водокровили И вот здесь где-то мы сейчас будем С ним набирать высоту И посмотрим, продолжим мы вдоль итальянской границы И не продолжим И пока здесь ничего не взяли Здесь очень часто мы в этой пупыречке Можно встать в набор, но мы на другую сторону Это понимает долина, идем Нет здесь ничего хорошего Ну и так часто бывает, часто вот эта горка не работает Из-за затока определенной массы Воздушной из Италии Клаус над нами Вот здесь у нас есть Запасной аэродром Внизу Может видите там полянку С запасным аэродромом Ну и мы сейчас попробуем Встать в наборчик Вот под этими анвалаками набрать Я пока не знаю, что дальше планируется Прям по курсу анвалан там на пупырке прячется Не знаю, что будет Ой, видите, я разогнался Клаус уже вон надо мной Так не делают вообще Ведущий так делать не должен Ведомый точнее Ведомый не должен делать Он должен быть за учителем А я раньше него пытаюсь в поток прийти Ну и-то бывает так вот Снимаешь тут Сейчас по сторонам смотреть нужно Стоп ни в кого-нибудь не впаяться Ну, вся скорость брошена у меня Ну, 120 Выпускаю клаусу вперед И нам нужно Ну, на самом деле, скорее всего Поток будет вот на этих склонах впереди Где точно я не знаю Но я в данном случае Даже думалку выключаю Потому что наблюдаю, что делают учитель Я единственное, что когда Я представляю сейчас, где взять поток И куда бы я пошел Ну, а когда Ну, кстати, я пошел бы так же, как он Впереди такое красивое облако Вот это Под ним, скорее всего, мы будем брать Ну, если не под ним То, когда придется сместиться Вот под этим Прямо по камеру, которая Вся стенка это работает И дальше будем смотреть Потому что дальше, видите Дымка какая-то странная стоит Облаков дальше нет Но они пока мы будем набирать Эти частые ситуации могут развиться Вот эти, тут еще снег Изделий лежит в долинах Так все красиво Ну Я же, друзья, доволен просто как слон Как стадо слонов, наверное Потому что Полетать на хвосте Кайф Ну и вот эти вот О, кстати, набирает чувак Кстати, вот, набирает планер Посмотрим Пойдет ли к нам стуну Я не могу Я не могу Я не могу Ну, Клаус над нами Я чуть правее беру Потому что у меня ощущение, что поток Вот здесь должен сходить Учителя Уточнее, я левее беру А, и он, не знаю, будет вдоль скоро поворачивать Да Вдоль скоро поворачивать до левой И там как раз планер стоял Но, видите, как Мысли сходятся Здесь питьев набора Сверху стоит планер Ну и вот так разведочка сейчас клаус подщупывает, где здесь поток сходит Такой дугу сделали разведывательную И вот идем под запасной вариант Да, под вот это облако Оно более сильное В принципе, можно было сразу, наверное, туда прийти Но, видите Какие-то мысли были Попробовали самую Выгодную по паршюту часть Оказалось, что под этим облаком На самой выгодной части вроде как Ничего нет И пошли Уже не был выгодный Сейчас мы, по сути, возвращаемся в сторону дома Ну, то есть Но здесь нам надо набрать Иначе дальше не пройти Вот так, что видите Иногда и планиристы Сейчас, по-моему, скорость делаю И планиристы ходят Такими дубами Оп Побольше скорость Оп И начинается плюсик Там, видите, планер стоит В спирали Как раз Вот мы сейчас туда В правой спирали стоит планер И мы туда сейчас подстроимся О, хороший поточек пошел Вот Закрыл четверочку Клаус в правую Ну, естественно Зашибись И вот этот спокойный голос в рации, друзья Я прям Для меня он лучше любой музыки И как классно Как это Вот сейчас Вот сейчас Дайте какую-то Есть, есть, клаус Моя любимая фраза Клаус Он часто отвечает Не волнуйся, Игорь Не волнуйся, релакс Сейчас релакс Сейчас, ну добрать надо Не позориться Давай забери стрелка Блогер хренов Вместо того, чтобы работать Тут всякие видосы Снимаешь для глубокуважаемых Друзья, представляете, как я Как мне стыда Вот, клаус Вот, вот он Ну, кстати, его практически догнали Но он специально делает спираль больше Чтобы дать такому Разболгу, как я Его догнать Если не я такой опытный пилот Ты такой, могу сказать Я клауса догнал Хрен Клаус бог С нами бог С нами клаус Оп Видите? Вот он, красавчик Я думаю, что еще Одна спираль И, скорее всего, на этой оптимистичной ноте Мы Будем уже выходить Ну, три с половиной метра Средний набор Ну, можно было бы и лучше, конечно Если бы я летал Правильно центрировал Ну, все Сейчас я уже на хвосте Сейчас, не знаю Крайняя спираль будет Или для разгона Возможно, еще одна возьмет Сейчас я уже подрезаю Спиральку Оп Заодно клаусу вам в волоках Видите, какой красавчик Человек Легенда Так Кто лайк клаусу не поставит Считайте, что обидели меня Он, реально, он вам сегодня контент делает Я только снимаю Ой, все Сейчас, наверное, будем выходить В волокам вам входить нельзя Сейчас мы На фронтеоблачко возьмем чуть-чуть Оп Сейчас я съедаю эту вкусняшку Клаус уже выпрыгнул Я его вижу И сейчас я разгоняюсь уже Вот он сейчас впереди тоже прыгнул Оп И за ним Вот играли Закрыла Помчались Погнали дальше Вот облако Почему не там оно не работало Я не знаю Будет какая-то дымка впереди Видите, такая странная Прям для меня Загадка, что это за дымка С чем ее едят Ну, это хорошо Я сразу скорость правильную поставил 180 Клаус здесь идет И здесь сейчас будут минуса приличные И убалывается там Облачности 3700 у нас Вот, друзья, посмотрите Высоту 3700 метров Мы вот сейчас по вот этой линии пойдем Не знаю насчет Матерхорна Но, по крайней мере, клаун, я так понимаю Слетает до долины Суза Мне очень не нравится вот эта дымка Могу сказать Могу сказать Сразу, что если бы я был без Клауса Я бы вот в эту вот муть не полез бы Потому что я ее боюсь То есть для меня вот эта вот муть Это такая, как бы Ну, вот, друзья, вы видите На маршруте смену решения Была идея лететь на Моторкорн Но, вот видите, как мысли сходятся Я бы только сказал, что я без Клауса бы туда не полетел И Клаус умничка Мои мысли прочитал И сказал Да, Игорь, ты прав Не полетим мы туда А? Ну, вы представляете, какая Самый кайф это ментальная связь Когда ты чувствуешь Человек Ну, ты уже обладаешь некими знаниями И вот начинаешь думать Ну, что бы сделал я Вот, я бы туда не пошел Видите, даже Клаус туда бы не пошел Класс, класс Ну, в Моторкорн мы с вами в следующий раз летаем Тем более, что, в принципе, на Моторкорн дорожка Более-менее протоптанная А вот, допустим, как летать сейчас на юге И сейчас на юге будет очень интересно На юге я летаю значительно меньше Вот туда, куда сейчас Клаус собирается лететь, я так понимаю Мне это будет очень интересно Так что, я думаю, будет и вам интересно Все, все, мы, грубо говоря, поставили точку На маршруте Мы сможем Ну, наши идеи же как можно больше пролететь И за Клаусом сейчас Уже не набирая Под этим облаком Движемся Курсом на юг Посмотрим, куда он нас придет Ну, в общем-то, абсолютно-абсолютно верное решение Вернее, не придумаешь Ну, вот видите, друзья Что стоит 100 метров высоты, разница Вот Клаус сейчас идет значительно выше И он прошел над вершиной А я вынужден по склону немножко подъезжать, отходить И вот сейчас вдоль склонов уже пойду Надежда на то, что нас здесь чуть-чуть придержат Ну, что-то у меня неверие в это место Мне вот это место крайне не нравится Вот озеро, которое было справа Ветер сейчас тоже справа дует Ну, вот сейчас, оп Вот здесь какой-то поточек Оп, неплохой каточек Но Клаус не стал набирать здесь Идет дальше Ну, и мы Мы так как на хвосте Что нам? Не будем ничего Кругому делать Идем за Клаусом Нам хватает высоты, чтобы прыгнуть под облака Прямо по курсу Идем сейчас по итальянской территории Здесь на этой горке завозились бы с этим потоком Не имеет он великого смысла Ну, вот вам смотрите еще раз Красивое озеро Сюда у нас другого ракурса Целиком лазит в кадр Прямо красота Здесь очень часто стоит такая интересная воздушная масса Как бы воздух сюда приходит с Италии И если нету тут хорошей погоды Так, я Клаусу потерял Затрындился Где же он? Вот ты ж, блин Выключаюсь А, фу Дымка эта дурацкая Вот он, впереди Клаус На солнце был Вот так потеряться очень неправильно Потому что, ну, не то что я там Не вернусь домой Или еще что-нибудь А просто интересный полет предстоит И сейчас потерять учителя И начать Как мы в прошлый раз потерялись Это вот Искать друг друга Где мы там терять на это время Абсолютно верно Еще раз вам вид на озеро Красиво, согласитесь, да? Такий ледок такой Как это все выглядит Ну, какие-то поточки небольшие И Клаус рыщет А я рыщу Набор он не стал Я терплю Я бы встал 5 метров Но Видите, учитель идет Вперед И поэтому Видимо, он знает, что впереди будет еще лихо Более 2,5 метра по прямой Тоже неплохо Все, разгоняемся Красота Красота Линия отличная прям Как говорит мой друг Матуза И тоже учитель Энергетическая линия Как там Турино нас Надо пустурино съездить Когда коронавесие закончится Как хочется вкусной пиццы поесть Здесь есть городочек Ой Друзья, пока вот трынтишь На Клаусу не посмотрел И Видите, он коблачку подвернул А я уже дугу выписываю Чайник Да и только Разлучился на хвосте летать Да Ну, кайфы А так наш план Ну, то есть Вот Правое крыло показывает Туда, где мы Баклины Лететь на этот Матерпорт И там, видите, дымка Что-то с воздушной массой Сегодня не то В общем, не такая она Как по прогнозу Все было чуть-чуть по-другому Ну, и проверное решение Зачем Не знаю Выполнять прям задачу Намеченную Там вот На Краторхорн Любой ценой Когда можно Классно слетать Сейчас на юг интересно Особенно, когда Высокая кромка И сейчас мы можем В сторону там Монако куда-нибудь Двинуть Монте-Карло И так далее Ой, наконец-то Солнышко Вообще, конечно Надо бы мне в очках летать Но в очках Очки меня очень Почему-то раздражают И я могу, когда я вот Как бы спокоен в очках И сейчас, если я две ночки Начну нервничать Ну, и поэтому Сегодня без очков А так вообще, конечно Надо будет уходить Очень много солнца Я постоянно прищури Такому Неверное Это летайте в очках Потому что берегите глаза Берегите глаза с молодой Оп Ну, какая Ну, какие Какой отель Посмотрите Или стоит Такое Будет такое Мега-крутое сооружение Гляньте Ну Стойте Здесь такое На карте Можно посмотреть Написать потом В описании Что это было Такое Вот Кому не лень Будет Сделайте, пожалуйста Вот Долина Идущего Турмида Вот По гуглмаксу Можно Будет вычислить Что-то за клей Портабаны Всякие А мой Сказался бы Такую Классическую Змеечку Делаем Поисковую Ну, так Поржали Здесь Я думаю Наберем И прямо По курсу Облака Подменя Ну, хотя Меня тут Так Неплохо Смутнуло Но Класс Не встает В этом Поэтому Я съедаю Эти Два метра На скорости 120 Начинаю Разгоняться Чтоб Не отстать От учителя А постал Я включить Видео Ну, сейчас Аж до 5 метров Был заброс Но к вам Сего не встал Пошел дальше Мне тоже Вот интересна Тактика Посмотреть Потому что Я бы Вот в тех 5 метрах Которые мы прошли Просто Остал бы Из принципа Но Я абсолютно Согласен Что впереди Облака Которая будет Скорее всего Сильнее работать Поэтому Двигаемся Вперед Главное Не начать Умничать Потому что У меня был Как-то ученик Любой поток За мной Начинал Крутить Я говорю Слушай А потом Я становлюсь Сильный поток Быстро набираю А он Там где-то Возится Зачем Ну как Я так Чтобы подобрать Быть выше тебя Ты не будешь Выше меня Пока я Беру лучшие потоки Лучший способ Брать Выше меня Стать Это взять Поток Сильнее Чем возьму я Ну и вот Долго я его убеждал Долго мы с ним Спорили Хотя я иногда Тут такую же ошибку Хочу сделать Хочется Считать Взять эти 5 метров И потом выше Клауса Пролететь Сказать Ха-ха-ха Но ведь Не будет такого Клаус лучше возьмет 30 лет 30 тысяч часов налета Я так понимаю Если не ошибаюсь Это вам Не хукры-мукры Человек практически Живет в небе Я тоже жду пока Там впереди стоит Поток Планер Ну кстати мы вплоть до того Что можем даже здесь не брать Если нам не понравится Каким-то образом Этот поток Нам в принципе Хватает дойти до Уже французской воздушной массы 5 метров Блин Неужели не закрутят Не не 5 Вот сейчас будет 5 Оп Да И Клаус встал в набор Ну я за ним Тут главное не пожадничать Не перетянуть Потому что Можно подумать Ну сейчас еще капельку Еще до полос Немножечко больше будет А я вот эту ошибку И сделал Видите Чуть перетянул И сразу мой поток Хуже Ну классика Классическая ошибка чайника Вот Какой у вас чайник инструктор Видите Смотрите Я представляю тебе Куда протянуть Вот сюда Сейчас по идее Часто должен закручивать Иначе А планер Не закручивать Даже не хочет Чем засада Завалим его В спираль Ну я вроде как Не хуже Клаусу Встаю Поэтому надо Вцепляться В эту вот штуку И крутить Со страшной силой Друзья Три с половиной метра В секунду Я набираю Ой какая красивая Грида облаков Стоит на юг Так Выделял Клауса Мы чуть-чуть В разных местах Неизвестно у кого лучше Так как я его В принципе Потихонечку догоняю То Так конечно Надо было нахвостил У него висеть Но очень драный поток Вот тут Вот эта разница В 150-100 метров Вроде как Тебе кажется Что ты Под учителем летаешь На самом деле Ты начинаешь Мазать Брать ядро хуже Если большая разница В высоте Проще вцепиться В хорошее ядро Вот как сейчас Отцепился Сейчас уже 4-4 метра в секунду На Остриднителе Главное только Не потерять Я вижу Клаус он давно Летает Я его постоянно Держу в поле зрения Главное не потеряться Ну и продолжаем Набирать Ну как Клаус Ко мне красиво Прыгнул Видели друзья Был немножко сбоку Западнее Ну и сейчас Мы опять С ним встретились Добираем Максимум Высота 4300 Видите Здесь Получше Погода И сейчас Видимо На Монте-Визу Пойдем Есть Такой План Волшебная фраза Спарим Друзья Да Вот Видите Прямо По курсу В облаках Прячется Монте-Виза Но не в облаках А Самая высокая горка Монте-Виза Вот я думаю Что мы сейчас Монте-Визу посетим И куда-нибудь Дальше На юг Сходим Классный полет Получается Как говорится Контент-Огонь Сейчас я Аккуратненько Обойду Клауса Справа И Вам его Сниму Слишком сильно Я пошел Перестарался Сейчас будет Брос скорости Сейчас За счет сброса Скорости Я Вам его Покажу Видите Как красиво Как мы Красиво Летим парой Красота Ну ладно Не будем Хулиганить Будем лететь Строго За учителем Цель у нас Прямо По курсу Видите Такое облако Ну облако С такой Мощной Подошвой Вот мы Под него Сейчас Залетим Видите Какая мощная Дымка Присутствует Ужас Просто Какой-то Ужас Классно Лететь Парой На самом деле Очень весело Потому что Просто Классно Но опять же Еще весело Лететь С очень опытным Человеком Смотрит Что он делает Это Великое счастье Я Знаете Как сколько лет Уже за Клаусом Не летал Я очень много За ним летал В 2012 Году В 2013 Году В 2013 Чуть меньше Ну и потом Пару раз Так просто С группой Встречался Его В сумме Где-то На мне Наверное 9-20 Клауса Но это Я вам скажу Просто Великое Великое Счастье Сейчас посмотрим Красивую гору Монте-Виза Пройдемся Над ней И все хорошо А с левой стороны Вот По центру кадра Скажем так Вот эти горы Альпы заканчиваются И там Италия Сейчас мы Бьем по границе Италии Франции Вот с левой стороны Вот здесь Везде уже Италия И Альпы Здесь заканчиваются Очень резко И самое интересное Что в Италии Воздушная масса Намного хуже Чем во Франции Ну Еще в весной Может быть В Италии Неплохо Как сейчас Но в целом Вот обычно Там просто Очень О Клаус Смотрите Как прыгнул вверх Поток есть Вот видите Я сейчас тоже прыгаю Оп Он называется Дельфинчик Вот чистая Воды Дельфинчик Как делается Я подвисаю Смотрю Клаус Скорость Пока не ворачивает Значит Есть Продолжается Поток Сейчас бы Закрыл Переставить Но тогда Надо телефон Бросить Как бы неохота Ну У меня спокойненько По прямой До 4 метра В секунду Ну Как мы Хорошо Идем Вот Чуть Разогнаться Надо Когда Нету Подъема Незачем Лететь Медленно Нужно Зону Незачем Быстро Проскакивать Ну Сейчас У нас Оп 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 Чуть Получше Можно Опять Немножко Сделать Скушать Эту Вкусняшечку И Опять Смотрим Что там Клаус Чтобы Тоже Скорость Вот Он Не стреляет А я Сейчас Наоборот Но Даже Не отстреляет А я Разгоняюсь Потому Что Минуса И Планер Разгоняешь Чтобы Опять Быстрее Проскосить Ну Или Ну Таким Классическим Дельфином А я Думаю Мы Сейчас Вдоль Границы Италия Франция Дунем На юг С очень Хорошей Скоростью Высота 4 км Сохраняется Ну Вот Чтобы Вы Понимали По Приборам Вот Прибор Спокойненько Шпарим Практически Не теряя Высоту Опять Клаус Видите Пошел Вверх Сейчас И я Если Пойдет Плюс Чуть Уменьше Скорость Видите А он Видите Дальше Ныряет О Это Не он Ныряет Это Я Тут Очень Легко Запутаться Он Дернул Ручку Разогнался Сбросил Скорость Или Я Нос Опустил Спекировал Но в целом Логика Вам Думаю Понятна Вот Это Крайнее Место Где Мы Что Возьмем Я Почти Уверен Что Мы Не будем Брать Спираль Просто Тоже Дем Переднем Видите Каус Бросил Скорость Но у меня Еще Потока Нет Я Еще Жду 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 Оп Я Даже Не знаю Зачем Он Скорость Бросил Потому Что Только Сейчас Плюс Пошел И Видите Вот Я Могу В пикирование Отхожу В сторону Нельзя Ни В том Случай Целиться В пузо Другого Памера И Вот Если бы Я Был Лучше Него Изначально Ну Другой У меня Энергетики Было бы Больше То Так Можно Взять И Пузо Проткнуть Другому Пламеру Это Очень Плохо Поэтому Когда Ты летишь С парой Крайне Важно Лететь Как мы Сейчас Клаусом Я Метров На 50 Ниже Это Абсолют Нормальная Ситуация Вот Все Продолжаем На Монте Визу Видите Ряда Стоит Прям До Монте Визы Я думаю Что До Монте Визы Мы Дойдем Без Единственной Спирали По Хвостовой Камере По Крайне Мере Это Будет Видно А Эту Пока Выключу Потому Что Нужно Немножко Тоже Батарейку Экономить Маловато Понимаешь Маловато Будет Итак Друзья Мы Продолжаем Впереди Клаус Ольман На Лихом Антаресе Очень Хорошо Просматривается Дорога На Монте Визу Отлично Прям Просматривается Дорожа На Монте Визу И Прям Грида Облаков Облака Очень Высоко Если У нас Сейчас 3800 Я думаю Где-то 4300 4400 Кромка Дальше Она Будет Поднижаться На Юг Но Вообще В принципе Очень Красиво Может Быть Мы Пройдем Над Заповедником Мир Контор Клал Сейчас Вверх У меня Сейчас Чуть Чуть Уменьшу Скорость Видите Как На Приближение С И И Заодно Срабатывает Система Предупреждения Столкновений Дает Глайдер Метров на 50 Лыше Двигаемся Вперед Впереди Шикарные Облака Я думаю Мы Дойдем До Монте Визе Без единой Спирали Фантастический День Очень Красивый Прям Идеально Мы Вовремя Решили Повернуть На юг Абсолютно Правильное Красивое Решение Что Гоним Вперед С Левой Стороны Вы Можете Наблюдать Италию Даже Кстати Более Менее Прозрачный Воздух Видите Даже В дымке Вот там Где-то Турино Если Вы Присмотритесь Там Даже Я Присмотревшись Не могу Ничего Увидеть Но Вообще Красиво Когда Италию Видно Всегда В Италии Практически Всегда Вот этот Более Мутный Воздух Такой Вот Посмотрите Для сравнения На французской Стороне Что творится Насколько Более Чистая Атмосфера На итальянской Стороне Такая Муть Почему Во-первых Там Больше Влажность Воздуха Во-вторых Он Такой Более Стабильный И Наверное Там Этой Пыли Какой-то Ну Кто разбирается Хорошо В метеорологии Леонид Наш Великий Метеоролог Мой хороший Друг Вот он Точно знает Я думаю Что мы ему Напишем В комментарии Что Леонид А ну Расскажи Нам Почему В Италии Так Все Глупно Смотрится Клаус Красавчик Очень Хорошо В кадре Сейчас я Прям Идеальный Кадр Клаус На Пони Облака В Италии Меня Чуть-чуть Придерживает На самом деле Надо Все-таки Подучителя Иначе Мы с ним По высоте Сейчас можем Он Планирует Я так понимаю Найти Вот эту Линию Энергетических Подъемов Я так понимаю Что не считаю Он считает Что эта линия Дальше В сторону Италии Наверное Так А может И не так Ну Прямо По хребтам Видите Вот Снизу Вот Они Хребты Смотрите Клаус На фоне Облака Я сейчас Отворачиваю Вправо Все-таки И Уменьшу Скорость Я чувствую Сейчас есть Поток Есть И Клаус Тут же Закрутил И вернул Ага Насчет Без единой Спирали Я вас Обманул Потому что Клаус Повернул Направо И решил Сделать Так Спираль Видимо Поток Хороший И Видите Мы Чуть По более Плохой Траектории Пошли И сразу Нарастили Отставание В высоте Ничего Страшного Учитель Птица Смотрите Над нами Птичка И Клаус Насчет Без спирали Обманул вас Я вот Кстати Не знаю Почему мы Набираем Потому что В принципе Высота У нас 4000 И Поток На самом деле Всего лишь 2 метра В секунду Видимо Клаус Считает Что так Правильнее Почему-то Здесь Набрать Я бы В принципе Дельфином Дальше Вышел Но Видите У него Свое Мнение То есть Мы до этого Не останавливали Более Сильных Потоков В каком-то Месте А сейчас Стоим В двух Метрах Вопрос То ли Он просто Ждет Меня Чтоб Я его В высоту Добрал Хотя У нас Разница Небольшая 50 метров То ли Просто Любуется Отдыхает И следует Все Много Всяких Вещей 4 Километра Хорошим Нужен Кислород Но О Смотрите Кстати Вот Конвергенция Самая тяжелая Теперь я Ведомый Клаус Ведущий Я стараюсь Максимально Аккуратно Работать По скорости Вот И Клаус Я не вижу Он сзади Меня Вот Я на 129 Буду идти Более-менее Позиция Как мне кажется В хорошие Чтобы Меня Ну Чтобы Был Восходящий Поток И прочее Сейчас я буду Арбайтер Друзья Выключаюсь Пока Очень ответственный Момент Вот Она Красавица Мы С Клаусом Мольманом Идем Дельфинчиком Где-то Вон Сзади Меня Должны Быть 5 часов Я поставлю Вому Камеру Может быть Вон Сзади Будет Клауса Видно Ой Как страшно Клаус Справа От Меня Вот Он Смотрите Ой Ой Как страшно Мне Я Сейчас Мишень Я лечу По Прям Ой Как Красиво Учитель Сейчас Меня Снимает Моя Какая Красота Друзья Какая Красота Я так Примерно Камеру Оставлю Моя Сейчас Основная Задача Грамотное Пилотирование Чтоб Не Сбить Учителя Я Вижу Да Я Отлично Камеру Таким Образом Ставлю Чтоб И вы Его Тоже Видели Очень Красивый Контент Огонь Я Волнуюсь Как Первоклассник Перед Экзаменом Первокурсник Говорю Вам Какую Несусветную Чушь Буду Рассказывать Как правильно Летать В такой Конфигурации Главное Не делать Резких Маневров И резких Движений То есть Клаус Рассчитывает Что Буду Сохранять Постоянную Скорость Полета И что Я Буду Не Не Дергаться Я Что Собираюсь Сделать Хотя Когда Ты Видишь Рядом Планер Вот так Рядом То Конечно Хочется Испугаться Но Это же Учитель Он же Меня Не Собьет Ой Давайте Посмотрим Что Нас Впереди Ждет А впереди Нас Ждет Монте Виза Сохраняю Скорость Которую Мне Задали 130 120 130 Сейчас Логично 130 Держать Там Не Так Она Сильно Больше Классно Понимает Что О О Клок 4 Часа Срабатывает Система Предупреждения Столкновения Значит Значит Там Клаус Сзади Где-то Там Планер 4 Клок На 4 Часа Опять Поснимаю Клауса Где-то Там Он Ответ На Миссию У У меня Поможу Окей Он На Правой Сайт Вот Друзья Мы Подлетаем Монте Визе О А я На Телефон Буду Снимать Вот Так Работают Все Радиостанции Советского Союза Как Говорится Подкрадываемся Вот Там Собственно Клаус Снимается Сейчас А я Буду Этой Камерой Снимать Мот Визу Вот Так Друзья С Двух Ракурсов Вам Вашу Маму И так И так Показывает И тут Тут Виталия Вам В кадре О Потеем Где там Клаус Я не знаю Давайте Вот он Монте Визе Вам Вот Верхушка Монте Визе Пролетаем Поворачиваем Поворачиваем Надеюсь Что Клаус Что-нибудь Заснял Ой Заснял Наверное Вон он Клаус Окей Я Следую Поменялись Мы местами С Клаусом Ну как Друзья Скажите Было Круто Да Напишите Как Вообще Этот Момент Сейчас Попробуйте Снять На фоне Монте Визе О Потеет Фонарь Ну что Погода Гомба Контент Огонь С нами Клаус Эй Помчались Дальше Погадали Что Я могу Сказать Из интересного Я здесь Никогда Не летал То есть Как правило Мы Всегда Летаем Вот Куда Камера Показывает Это Граница Италии Из Франции Вот Собственно Правый крылок Сейчас показывают Там озеро сердце Прячется А это Итальянская Сторона Здесь Всегда Такая Мрачная Ужасная Погода Кроме Весны Вот Весной Сейчас Очень Интересно То Что Именно Сейчас Погода Очень Хорошая На территории Италии Есть Не боясь Летать Здесь И всегда Перевалим На территорию Франции Вот Просто Праздник Какой-то Поэтому Мне Еще Дико Интересно Здесь Полетать Потому Что Я Здесь Лично Еще Ни разу Не летал Вот Эти Хребты Для меня Просто Новость Вот Не был Реально Представьте Я Здесь Не был Здесь Не ступала Нога Человек Нога Конечно Ступала Моё крыло Здесь Не кружило Сейчас Я лечу И Первый раз Над этим местом Да еще С Клаусом Я В диком Восторге Друзья Продолжаем Мы Полет С Клаусом Ольманом По левую руку У нас Италия И так Достаточно Чище Здесь Водух Ближе К морю Видите Как Загибается Дугой Альпы Дуга Альп И там Где-то Вот море Монте-карло Всякая Монако И так Далее Вот Прямо По курсу Где-то Вот Как Дугалит Идет Вот За теми Горами Так уж Много Жалко У меня Навигация К сожалению Не работает Франция Там Погода Даже Сильнее Но Мне Очень Интересно Как Ведет Меня По Петер Италии Италии Я Ни разу Здесь Сам Не летал Все Мои Полеты Обычно Шли Отсюда Западнее То есть Прям По границе Ну и там Самая Сильная Погода Даже Сейчас Видно Что Там Самая Сильная Погода Но Нам Как Раз Интересно Полетать Там Где Мы Никогда Не Летали Мы Сейчас Летим У Итальянских Сиро Стороне Это Очень Очень Интересно Там Очень Интересно Мы Посмотрим До Куда Мы Дотянем Продолжаем Красиво В тенечке Засветок На Фонаре Меньше Хорошо Видно Учителя На Фоне Неба Очень Кайфовый День Получился Очень Насыщенный Интересный Я думаю И вам Понравится Это Видео Я Потом Если Останется Время Каких Ни Историй Наболтаю Еще Пока Не хочу Тратить Энергию Потому Что Надо Заснять Все Что Получится А Под Вечер Если Будет Такая Холянная Погода Ну Кстати Под Вечер Вот Посмотрите Вот Если Видишь Такое Там Уже Дожди Пормируются То Видно Там Синеет Небо Вполне Возможно Скоро Пойдут Ливневые Снежные Дожди Сноу Шаур Сноу Шаур Сноу Шаур Снежный Ливень Так Что Термин Этот Используется Снежный Ливень Мне Там Кто-то Писал Не Бывает Снежных Ливней Нет Друзья Бывает По крайней мере Клаус Ольман Знает Что Бывает Продолжаем Идти По Итальянской Стране Сейчас Еще Лучше Видно Как Загибаются Альпы Это Дуга Классическая Которая На Карте Идна Впереди Шикарнейшее Облако Прям Видно Какая У него Красивая Яркая Подошва Сейчас Здесь Выскочим Повыше И Помчимся Дальше В сторону Монако Сколько Там Клаус Заведет Меня Туда Там Много Аирспейсов Один Я туда Не судусь Просто Потому Что У меня Бортовой Компьютер Не работает А Впереди Где-то Вот Там Злой Заповедник Мирконтор Там Ставят Всякие Станции Которые Следят За Кланирами И Выписывают Штраф 750 евро Если Ты Вдруг Зашел В заповедник Некорректно Точно Какой-нибудь Там Немаленькой Высоте Там Еще Чего-нибудь Нам Там Можно Тысячу Метров На Дрельеф В Италии Этого Заповедника Нет Здесь Некорректно Летим А Вот Как Только Пересечем Границу Франции Сразу Злой Мирконтор Не знаю Чего Они так Не любят Планеристов Ну Считается Так Что Там Водятся Суслики Точнее Так Водится Редкий Вид Орлов Который Живет Тем Что Сбрасывает Сусликов С горы То есть Суслик Пасется Мирно На него Пикивают Орел И Шпокают Лапами Дальше Суслик Покатился Со Склона И Орел Его внизу Съел Потому Что Так Поймать Суслика Орел Не может Не та Весовая Категория Потому Что Суслик Его Может Тоже В общем То Укусить Зафигачить Ох Эти Скажетки Ох Эти Скажетки Поэтому Орлы Используют Такую Тактику И Вот Этот Именно Редкий Вид Орлов Вот Там За Вот Этими Палмами Оп Делаем Дельфина Как-то И Неудачно Дельфина Сделал Фу Позор Разгоняюсь Клаус Явно Хочет стать поток Наверное Я тоже Явно Хочу стать поток Только Я пока Никак не пойму Где здесь Получше Набор Может Сделать Облако Это было Прикольно Нам бы Здесь Конечно Набрать Оп Но По Другой Стороны Если Потока Нормального Не будет Рыскать Здесь Что-то Искать Смысла Нет Дальше Отличная Погода Начинает Поднимать Меньше Двух метров Точно Брать Не будем Потому что Учитель Будет Пускать Что-нибудь Получше Вернемся К нашим Орлам И Сусликам Вот Где крыло Показывают Они и живут За вот Этими Перевалами И Желание Их охранять Приводит К тому Что Планиристы Должны летать На 20 тысяч Метрах И выше Над рельефом Аргументы Такие Что Суслики Видят Планер И прячутся И бедные орлы Голодают Потому что Не могут Съесть Суслика Но Мне Обидно Другое А вот Те Кто Решил Что Суслик Например Менее Ценные Животные Почему Орлов Защищают А сусликов Нет Оп Это Как-то Клавус Подвернул Может он В потоке Будто Нет В потоке У нас Тут точно Ничего Нет Как-то Вот Видимо Разведывательная Спираль Какая-то Да Клавус Решил На разведочку Я Бекан Ю Хандер Питер Белолу Так Ну вот Клавус Проверил На хвосте Ли я Я ему Сообщил Что на хвосте Поэтому Будем Переходить Долину На другую Сторону Не очень Это поток То есть Клавус Рассчитывал Здесь Что-то Взять Почему Не отработало Облако Которое Осталось Сзади Такое Специфическое Здесь Место Часто Погода Намного Слабее Тем Тем Более Здесь Интересно Пролететься И посмотреть Как А я Вам Светенькая Вот Это Море Уже Сейчас Куда Море Долесим До Моря Круто Круто А Монако Вот Там До Монако Тоже Недалеко Осталось Как Устроена Альпа Вот Друзья Загибаются И Все Монако Наверное Вот Вот Там Где Монако Мы Продолжаем Полет Вдоль Итальянской Границы Вот Теперь Хорошо Видно Италию Здесь Воздух Намного Чище Ну Или Мы Намного Ниже У нас Высота Сейчас 3200 Метров Хорошо Видны Зеленые Итальянские Поля Всякие И так Далее Где-то На горизонте Итальянскую Облачность Видите Даже Какой-то Там Венеция Какая-нибудь Далеко Я не знаю Я карту Карту Не помню Вот Прямо По курсу Где-то У нас Вот Если Таким Курсом Идти Мы должны Прилететь В Монако Не знаю Видно Но Прикольно С правой стороны Остался Заповедник Мирконтор Про который Я рассказывал Что там Охраняют Орлов Которые Скидывают В пропасть Сусликов Что я Я буду Охранять Сусликов Я считаю Что сусликов Тоже Очень жалко Орлы Конечно Хороший Но хороший Орел Жрату Себе Сам Найдет Вот А то Что мы Там Пугнем Суслика Только Суслики Более Боевые Роконрольные Вырастут Вот там С Клаусом Сейчас бы Конечно Высоту бы Набрать Здесь И пока Вот Что то Не получается Клаус Даже за мной Немножко Я что то Разогнал Зачем он Здесь Такую Скорость Низку Делать Разведать Наверное Клаус Сейчас Правее О Похоже Мы сейчас Здесь Закрутим Смотри Ка Нет Чуть Чуть Дельфиль Но нам Хватает Высоты Перескочить Я так понимаю Клаус Хочет Перевал Здесь Впереди Пройти И это Правильно Какая Проблематичная Ситуация Когда Планер На солнце Вот я Сейчас Клауса Не вижу Он где то В районе В районе Солнце В районе Солнце Солнце Камерой Прикрываюсь От солнца И все равно Клаус Не лезут А вижу Вот он Чуть правее Солнце Да Тяжело Так лететь Но Сейчас Перевалим Хребты Там Где Повеселее Наберем В общем Не ходил Я Друзья Никогда Вот так Итальянской Стороной Я так понимаю Что план У Клауса Сейчас Набрать Где-нибудь Впереди Под Ближайшим Облаком Ну Я бы То же Самое Сделал Я не знаю Пойдет он Туда Налево В сторону Монако Я бы Конечно Мечтал Б О таком Но Учитель У него Свои планы Это В общем Нормально Я думаю Что у него планы Как раз Показать Нам Максимум Красот С вами Вообще Как красиво Вокруг Просто Бомба Здесь Очень редко Удается Полетать Потому что Как правило Здесь Все затянуто Облаками Кромка Низкая Там Вот их Чертов Заповедник Мирконтор В общем Ничего Хорошего У Клауса Большой Выигрыш По высоте Вот сейчас За тучку Зашло Солнышко Видите Как он летит Я До 200 от него Отстал Но у нас И переход Достаточно Длинный Но ничего Сейчас Какого-нибудь Ближайшем Потоке Наберем Посмотрим То ли Пойдем Налево Красотами Любоваться То ли Будем Обходить Вот эти Вот Рейншаур Сноу Шаур Вот эти Вот страшные Зоны Осадков То есть Нарастает Прям Нарастают Распухают Облака И через Некоторое Время Но не по прогнозу Эти Грозы Все рисовались Соответственно Через некоторое Время Закапает Я бы конечно Хотел Еще дальше На юг Пройти Тем более Что вроде Погода Позволяет Но Клаус Считается Что наверное Может быть Стоит Чесать Гроз Клаус 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 Попущу Попущусь Ниже Ниже Лепа Жизнь Перестанет Быть Такой Простой Легкой Поэтому Мне нужно Цеплять Каждый Псих Как-то Чиха В общем-то И нету Но здесь Такое Характерное Место Этот Хребет Позволит Немножечко Вернуться На обратную Сторну И Возможно Он работает У меня Немножечко Есть Поточек А клал Сильный Выше Я понимаю Что мы Направо По хребту Пойдем Да Так и есть Ну Я соответственно Иду От него В данном Случай Чуть Западнее Чтобы Учитывать Вот этот Воснос Потока Воздухом То есть Я иду По хребту А Он За счет Того Что идет На 150 Метров Выше Он идет Тоже По хребту Но Восточнее Видите Как интересно Получается То есть Сейчас Мне как раз Уже не надо Прямо Под него Лезть А Вдоль Этих Скалок Двигаться И где Надо найти Поток Нам В общем То что Вместе Вместе Выпарить А то Так Я Вынужден Буду Остановиться Просто Чтоб Не провалиться Ниже Рельефа Видите Вот Все Облака Вдоль Которых Пошли Справа Как-то Они Не шибко Это Отработали Несмотря На то Что Они Выглядят Красиво Но Это Вот Очень Частая Ситуация Сейчас Что Нучительно Идет Сейчас Двигаемся В сторону Как раз Озеро Сердце Там В конце Красиво Будет Очень Вдоль Итальянской Границы Супер Мы Идем Хорошо Вон Такие Потоки То есть Если уж Очень Нужно Было Я Сейчас Стал Но Видите Пока Выше Рельеф Иду В принципе Склон Работает Ветер Вот Клауз Закручивает Поток Похоже Немножко Взял Левее Не Понимаю Что Делать Собирается 90 градусов Поворот Делает Ну Что Друзья Вечер Перестает Быть Томным Вот Я Провалился Сильно Ниже Учителя И Вынужден Облизывать Скалы Мое Любимое Занятие А Клаус Идет На 100 Метров Выше Ну Это Нормально Ничего Страшного То есть Ему Там Оп Я Пытаюсь Максимально Дельфинить Максимально Использовать Склоны Чтоб Немножечко Хотя бы Уменьшить Отставание С учителем Не скажу Что я в этом Великий Спец Но Временами У меня Хорошо Получается Озеро Сердце У нас Вот Справа Спит Там Озеро Сердце Оп Какой Хороший Поток Неужели Клаус Здесь Не останется Нет Никто Не остается Двигаемся Вперед Смотрю Что Его Прет Я думаю Что Мы под этой грядой Сейчас Очень хорошо По прямой Наберем Я говорил О склонах Так вот Меня учил По склонам Гонять Риджис Который Я кричал Риджис Какая Какая там Сегодня Турбулент Потому Что Одно Дело Там Можно Держать И 120 А Можно Иногда И 150 Мало Будет Казаться Клаус Надо За мной Качнул Качнул Красивая Облака Высота у нас позволяет идти по прямой. Перевалы мы впереди не проходим, но мы же сейчас высоты наберем впереди, вот под этой всей грядой, всклон хороший, рабочий, так что 100% наберем. Ну или правее возьмем, вот там есть тоже хорошие места. Ну, посмотрим. Музыка вариометра. Да, впереди, похоже, встает в поток. Сейчас сюда протягивает, а то что я до потока еще не дошел. Он сейчас дошел. Заваливаю планер вправо, переставляю закрылок и смотрю, сколько у нас здесь будет. Ну, вроде как. Not so bad, как говорит Клаус. На траверзе моем он сейчас. Явно разведывательную спираль делают первую, достаточно большую. Ну и как-то... Я не знаю, в чем тут убирать. Я протягиваю на запад. Ну, сейчас смотрю, Клаусу не сделаю, что-то надо к нему подстраиваться. Потому что я у меня... Даю классу примерно... С тем же успехом. Сейчас я как-то к нему перейду. Ну, здесь под всем облаком, пожалуй, здесь под всем облаком одинаковые силы поток. Полтора-два метра. Ну, нам надо здесь немножко даже в слабом потоке набрать. Потому что надо иметь запас высоты, чтобы перевал пройти. Для этого мы сейчас набираем. Ну, так вот спокойненько, красивенько. И любуемся на то, как идут, формируются дожди. Ровно два метра в секунду. Такой... Токленький поточечек. Но заметьте, сколько мы прошли. То есть мы огромное расстояние прошрушали практически без наборов. И вот эти вот дельфинчики и прочее помогли нам не потерять много высоты. Поэтому текущий набор такой расслабленный, релакс. Если к еще мне снимать видео не надо было, так я вообще там лёг, расслабился бы, набирал. Так я уже так по нагрузке чувствую, что прилично мне уже досталось. И еще момент, я обычно не очень-то пью воду, а сейчас очень хочется пить. А воду я забыл, это неправильно очень. И я меньше пью обычно, потому что просто меньше разговариваю. А сейчас я просто как ла-ла-ла, ла-ла-ла, не переставая. Поэтому... Опять я клалку куда-то потерял. И держи клалку. Как же так его увидеть? Возможно, он у меня на посте меня снимает, а я тут в нуле клетаю. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok